Все, запись я включил. Получается, сейчас по базе данных нам Виктор Назарубейкович скинул таблицу, то есть базу данных, которую нам отправляли. Вот сейчас я скачиваю. Базу данных скачаем. Наверное скачалось, да, сейчас посмотрим. А вот, вот она, база данных. Базу данных приместим на нашу папку, которую мы создавали и бэкап отправлял. Сейчас, теперь постгрейс откроем. Постгрейс откроем и параллельно получается мы еще откроем наш сервер. Для этого запустим сервер, да. Для этого мы заходим в наш проект, используя команду CD, это Change Directory. Дестоп. А потом внутри дестопа есть еще папка проект Node.js. Вот мы открыли. Теперь запускаем для этого npm start. Запустилась. Наш пароль был по умолчанию root. Сервер открываем. Здесь тоже root. Все, сервер восстановили. Теперь, теперь получается, у нас есть таблица students. Здесь смотрим. Здесь у вас есть база DB2. Вот его попробуем восстановить сюда. Вот, для восстановления базы. Вы, наверное, уже этот бэкап вместе с Бектуром Забековичем смотрели. Теперь его восстанавливаем, да. Как восстановить? Как восстановить? Здесь... Как restore? А, restore такого нету понятия. Получается, здесь мы должны создать новую базу. Новую базу создадим. Новую базу названия дадим. Название, давайте. Название, допустим. Там у нас есть база students. А сюда... Какую? Давайте teachers, да? Teachers. База teachers. Вот мы создали. Новую базу создали. Теперь, как мы будем восстанавливать эту базу на наши teachers, да? Teachers, получается, у нас он такой пустой. Каркас создался, где таблицы, запросы все пусто, да? Для этого мы нажимаем именно объект базы teachers. Здесь есть функция рестор. Где рестор? Мы указываем файл, где она находится. Да, примерно здесь находится. Вот, db2 backup. Вот мы указали его. Вот мы указали. Потом просто говорим select и говорим восстановить, да? Рестор. Вот, restore successful complete. Удачно он восстановлен. Его обновляем просто. Refresh. И потом нажимаем teachers. Объекты смотрим, таблицы смотрим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Refresh. Вот, здесь уже вышла все таблицы, которые вы создавали. И потом VIVS тоже попробуем refresh. Запросы, которые вы создавали. И потом процедуры, которые вы создавали. Вот refresh, да? И потом функции, которые вы создавали, тоже таким образом показываются. То есть мы сейчас посмотрели, как можно восстановить базу после того, как архив произошел, да? Ну, backup мы создали. И потом, а если отправляет? Вы тоже у себя можете в backup, который вам в Виктору Анатазарбекович в WhatsApp группу отправил. Вы можете тоже восстановить, да? Теперь здесь посмотрим. Здесь вот схему заходим. У нас Виктор Анатазарбекович сейчас отправлял нам запросы. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, запросы, да? Select get data from... Сейчас посмотрим. Get date. Get date. Такой это запрос или что было у вас? Посмотрим, да? Get date это что было? Для этого открываем. Get date, наверное, это, если процедура или как-то, или функция. А, хорошо, функция, да? Допустим, это функция. Мы сейчас его же просто вызовем. Для этого тот же скрипт, который вы создавали, я его сюда ставлю и запускаю. Вот, сегодняшнюю дату показывает, да? Get date. Текущую дату показывает. Теперь мы попробуем следующий. Вот, select. Этот ставим. Запускаем. Он, получается, ну, по функции видно, что это функция. Здесь функция вытаскивает, вот, select. Функция вытаскивает студентов именно определенной группы, наверное, да? Вот, определенной группы. Поэтому параметр 3 дается, и нам уже выходит студент с группой, да? Теперь, следующее еще, что было. Вот, здесь уже процедура. Call – это процедура. Вызов, да? Вызов, процедуру вызовем. А, вот, insert. Нурлан, такой, этот, он insert, сп, student, insert. Возможно, это стоит процедура. Это таблица студент, возможно. А это insert, то, что я читаю, но, конечно, я не видел. Это можем проверить. То есть, мы сейчас откроем объект наш, таблицу студент. Для этого здесь we'll take all rows. Вот. А, Нурлан добавляется, да? Хорошо. То есть, оказывается, этот мы создавали. Создавали. Попробуем здесь еще добавить, допустим, вот еще новую запись. Кульпери. Проверяем нашу таблицу. Вот. Все понятно. Получается, эта процедура, это вставляет запись, да, в таблицу. Теперь, следующая процедура, это вот эта процедура была. Поставим. Теперь as faculty, ну, это непонятно, ну-ка, мы просто запустим, он что-то получилось. Ну-ка, здесь говорит, что он здесь говорит. Это стоит процедура, тоже insert, delay, вставляет запись, да, новую запись. Потом в объект faculty. Мы также faculty откроем. Faculty откроем, что он скажет сейчас. А, вот faculty, faculty. А, да, здесь тоже это добавляется, факультеты, да. Мы попробуем добавить новый факультет. Новый факультет. Для этого сюда пишем факультет, допустим, какой факультет? Юридический факультет. Юридический факультет. А, здесь получается, давайте, мы сейчас посмотрим объект. Здесь получается факультет. А, краткое название, здесь краткое название должно быть, да. Для этого мы просто пишем сюда юрфакт. Юрфакт. Хорошо, попробуем. Все, мы запустили. Теперь попробуем. Вот, у нас добавился, да. Ну, вы уже поняли, как создавать процедуру, как создавать функцию, и зачем она нужна. Какие виды процедуру функции, если бы, наверное, создавать, да. Наша задача, получается, на уровне нашей дисциплины, мы сейчас должны попробовать, попробовать сейчас перейти в таблицу teachers. И потом вызывать какие-то процедуры, да. Процедуру функцию мы должны вызывать. Давайте теперь это посмотрим. Для этого мы также этот, мы сервер свой запустили, сервер запустили, теперь браузер запускаем. Вот, браузер запустили. Теперь. Ага, какой красивый. Сейчас нажимаем на ссылку, уже вставляется. Хорошо, показывайте, измените, все у нас работает. Наша задача сейчас. Получается, давайте, как мы сделаем, как не сделаем. Получается, вот эта задача, которую мы решали с вами, его как отдельный проект можно оставить, как отдельный проект можно оставить, да. Для этого, для этого, что мы делаем. Все, что у нас было, мы это копируем. А давайте вот просто копируем, копировать. Все, если установить, то, наверное, так тяжело будет, да. Давайте здесь создадим, нет, архив, давайте просто в архив добавим. Вот, вот этих. Добавить в архив. О, вдруг нам понадобится. Теперь нашу проекцию открываем. Здесь, получается, открыли. Здесь, ну, мы должны просто этот датабейс поменять. То есть, это базу, да, которая база у нас. Получается, база features. Сейчас проверим. Features, да, правильно написали. Все этот учетные запись, которые мы подключались, таким же остается. То есть, у нас пароль root была, пользователь подgres была, да. Также оставляем. Все, этот оставили. Теперь наша задача, получается, мы должны индекс hps, индекс hps. Ну-ка, давайте такую же создадим. Пока, получается, эту часть возьмем. Вот, взяли. А старую этот мы закомментируем. И здесь, получается, не индекс hps, а индекс hps, да, postgres. Давайте postgres. Такое сделали. Такое сделали. Теперь у нас здесь много чего было. Много чего было, да. Хорошо. Эта часть, все пока мы уберем. А, давайте. Наши задача сейчас такой же. Мы должны новый создать. Новый создать. Мы должны его сохранить. Здесь же. Но он будет такой. Индекс. Индекс. Индекс pg.hps. Вот, не сохранили. То есть, это пока не трогаем. Хорошо. Здесь попробуем, создадим, проверим, как он работает. Да. Просто здесь этот мы создадим. Дивку. И внутри этой дивки напишем что-то. И закроем эту дивку, да. То есть, мы должны просто проверить, что он работает. Здесь синтакс, значит, его уменяем. Все поменяли. Теперь сервер запускаем. Все, для проверки. Потом наш браузер возвращаемся. И потом localhost 3000 снова обновляем. Вот, потому что он работает. Хорошо, он работает у нас. Он работает. Значит, наша задача сейчас получается перейти в какой-то путь, чтобы он оттуда возвращал какие-то значения. Для этого что мы делаем? Для этого мы создаем какую-то ссылку. Допустим, а.шреп. А.шреп. Равно ссылку, допустим, поставим такое. То есть. Call. Или. Check. Farm. Давайте. Функции, да. Функции. Все. Делали. Проверка. Работы. Функции. Хорошо, мы так сделали. И мы тегу закрываем. Все закрыли. А теперь попробуем. Обновим нашу страницу. Вот, проверка работает функция. У нас кнопка есть. Мы нажимаем. Он переходит на функцию. Но при этом на нашем backend-странице. Такого роута нет. Да, пути нет. Для этого мы создадим такой маршрут. Маршрут создадим. И примерно давайте такое же сделаем. Да. И сейчас получается маршрут сделаем. Хорошо. Вот эту часть вниз отпустим. Она вон оставили. Хорошо. Здесь вот поставили. Здесь получается вот маршрут. Имя маршрута сюда пишем. По официали. Все. А теперь, теперь что мы делаем? Теперь получается здесь мы должны нашу пункцию поставить. То есть запросы, которые вы вместе с пикторами взаимодействовали. Давайте вот эту первую пункцию вызываем. Первую пункцию вызываем, да? То есть получается здесь этот full connection все так же остается. Потому что мы уже здесь эту базу поменяли. И получается вот здесь, где мы запрос писали. Select all from suit таблицу, да? Мы сюда вставляем просто этот запрос. Который мы уже предварительно через FG1 подготовили. Сюда поставили, да? Потом, когда он запрос... Давайте запрос сначала посмотрим, что она делала, да? Запрос она делала... Он какое-то значение давал, да? Теперь наша задача получается... Вот мы это поставили. А потом... 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 Вот у нас результат. И потом результат rose. И потом сортировка пошла. Эта все сортировка нам не нужна. И поэтому просто эту часть уберем. Вот уберем. Ага. И результат на bar object должен возвращаться, да? Bar object должен возвращаться. И давайте rec.hbs у нас стоит, да? Давайте мы этот... HBS еще создадим. Допустим, ну вот check function A. Вот такой создадим. HBS, да? Для этого здесь, получается, мы новый файл создаем. Сохраняем. Там же, где папка Wives нашего проекта, мы сохраняем check.hbs. Сохранили. Мы синтакс сменяем. Ну, наверное, есть здесь это как-то в этом соблайме, чтобы синтакс с HBS, то есть HTML автоматом стоял. Пока, конечно, наша страница не знает, что это HTML или не HTML, но не знает, да? Здесь, получается, мы, когда HBS работаем, мы, получается, должны через двойные фигурные скобки получать, встречать параметры, которые мы отправляем. В данном случае мы пара объекта отправляем. Вот сюда ставим. Ставим. Хорошо. Теперь что мы делаем? Получается, все мы настроили. То есть здесь, получается, подключение... Вот на этой странице мы сделали ссылку на этот путь. На этот путь, когда запрос приходит, get запрос приходит, да? Get или пост, это обязательно. То есть метод у нас get. В том случае у нас должно произойти подключение к SQL, это через pool connect, который мы вот здесь создавали. Потом здесь клиент query, то есть запрос, который мы уже подготовили, ставили, да? Потом, когда срабатывает этот запрос, то есть мы встречаем либо ошибку, либо результат, да? Нам интересна эта часть результат, часть результат, который... Вот здесь мы вставим результат rows, результат rows, да? Хорошо. Мы это поставили, теперь сохранили. Сильвер, наверное, уже сам перезагрузился, но мы еще раз перезагрузили. Хорошо. Теперь мы открываем наш главную страницу. Проверка работает функцию. Object, object. Вот так выходит. Ну, наверное, что-то вышло. Это уже хорошо. Теперь мы разбираемся в сторону result rows, да? Теперь мы в этом случае попробуем этот консоль, вот так что вообще возвращает этот... Какой объект возвращается, да? Мы для этого написали, потом result.row rows. Ага, хорошо. Рows написали. Давайте сначала этот result, саму result проверим, да, что он возвращает. Для этого вот на нашей консоль открыли. Вот сервию перезагрузили. Все хорошо. Что-то вот этот мне не нравится. Давайте вот сюда поставим. Теперь. Сервию перезагрузили. Снова заходим. Вот у нас открыто. Проверка работы нажимаем. Этот объект, получается, результат, он дает следующий, да, что... Команда сейлайк произошло. Возвращаем этот результат. Сколько записей? Каут 1. И так далее. Потом вот здесь получается rows. У нас get date. Вот. Вот такой записи мы получили. Да, вот такой записи мы получили. Мы его сюда передали. И там он показывает. Конечно, здесь, как вы заметили, он как объект дает, да, объект. Объект. То есть большой массив. Мы как узнаем? Потому что вот этот... Квадратные скобки, они говорят нам о том, что здесь уже много, много данных, да. То есть получается у нас только один, но все равно этот объект. Внутри объекта может быть несколько таких, да. Поэтому если мы хотим передать, мы бы могли бы здесь просто указать такое. Вот. Допустим, нулевой. Нулевой. Чтобы... Ну, это сначала вот здесь, это точка rows. rows. И потом именно из объекта нулевой запись вытащить. Мы ноль это знаем, потому что вообще в информатике все числа начинаются с нуля, да. Хорошо, мы это сделали, сохранили, перезагрузили сервер. А потом вот мы сюда зашли. Здесь сначала смотрим то, что этот объект возвратился, да. Вот у нас getDate. И вот такой этот объект возвратился, да. Теперь мы уже избавились от нашего большого объекта. Мы, получается, внутри именно этого уже взяли. Это взяли, да. То есть он передается. Теперь как мы уже... То есть внутри именно не getDate, а именно вот это значение взять. Вы, наверное, уже догадываетесь, что здесь, получается, мы бы могли бы точку поставить и getDate поставить. Да, вот getDate. Ну вот, ну-ка посмотрим, getDate, да, большими лупами. Под getDate поставили, сохранили, сервер перезагружаем снова. Вот мы в браузер открываем, снова на главную страницу возвращаемся, кнопку нажимаем. И мы сюда смотрим, вот у нас то, что мы, ну, желаемые это данные, он возвращается, да. Получается, да, получается, это мы, да, таким же образом, мы могли бы сюда поставить getDate. GetDate, да. Да, getDate, то есть мы могли бы сюда поставить. И также сервер перезагружаем. EPM Start. Мы бы здесь проверяем снова. Вот, значение мы получили, да. Ребята, давайте, пожалуйста, микрофон включите. Теперь этот, давайте вместе поработаем. А как мы могли бы, допустим, в случае, вот без таких преобразований, допустим, его взять и вот здесь показать. Как мы могли бы, вот такой вопрос. Как мы могли бы это сделать, да. Мы это делали, вроде бы, с вами вместе. Поэтому, ну, есть несколько путей. Как можно сделать, ребята? Давайте подключайтесь. Первый метод был у нас each. Each, да. Здесь мы как-то each закрывали. Ну-ка, ну-ка, each как закрывали. Наверное, так, да. Each закрывали. И потом здесь, получается, мы уже объект указывали. Как мы указывали? А вот здесь я точно сам не помню. Ну, этот у нас самый главный, у нас этот... Может, да, в Твитом посмотреть. Да, примеры есть, да. Самый главный, у нас примеры есть. Получается, у нас вот Derivate UBS, вот, мы правильно открыли. Здесь уже показывается, что можно здесь, если мы параметры поставили, то есть в каждом у нас мы можем уже внутренний, там, по аргументам можем взять, да. Хорошо, здесь у нас подсказку мы уже конкретно нашли. Получается, здесь мы бы могли поставить просто GetDate, да. GetDate. Вот. Ну-ка, теперь посмотрим. GetDate, мы это сохранили. Давайте север еще раз перезагрузим. Хорошо. Но перезагружать не обязательно, потому что у нас нодом он установлен, да. Вот, мы нажали, он уже тоже выходит, да. То есть это первый, то есть это второй вариант, можно сказать. Еще как можно вытащить? Давайте без ИЧКА можно вытащить, потом подумаем. Без ИЧКА можно это вытащить, да. Ну, примерно, я не знаю, сейчас вместе с вами сделаем. Здесь тоже попробуем такое, и потом GetDate, да, дописать? Да, попробуем этот, но я точно не уверен, такой этот работает, не работает. Ну, вообще можно проверить. Вот, не работает, да, красиво, классно. Классно не работает. Хорошо. Ну, это, ладно, давайте сначала здесь тогда попробуем 0 отправим, что он скажет. Вот, 0, если мы 0 отправим, тогда получается, здесь, получается, мы должны этот убрать, просто отключать как GetDate, да. Давайте GetDate попробуем с третьим, что он скажет. Все, давайте так. Все, мы открыли. А, у нас не заработал. Этот, смотрите, можешь. Сейчас вот там GetDate у вас этот, ты не дописали же? Да, из-за этого, что ли? Ну, конечно, а вот этот вообще убрать, если? А, вот, GetDate, заработал, смотрите. А, если 0, там мы указываем, да, нулевой элемент. Да, то есть, получается, мы определенно, если только в одном объекте один запись приходится, мы уже там можем уже его смотреть, да. То есть, смотрите, данные же бывают, здесь у нас, получается, ну, можно сказать, двухуровневые, да, двухуровневые данные. Как мы это видим? Получается, вот, смотрите, самый первый, когда мы запускали, вспомним вот эту часть, да. Смотрите, о чем я говорю, двухуровневые, да. У нас, получается, во-первых, это объект, это вот внутри квадратный скобок. А внутри него уже есть запись, да, запись, еще один объект, можно сказать, еще внутренний объект. Получается, мы, это двойной, да, а потом внутри второго у нас есть, получается, еще GetDate, именно GetDate. Получается, мы от этого избавились именно на стороне севера, а когда мы на Frontend пришли, да, мы именно это перечислили. Это в каком случае нам понадобится? Вот смотрите, мы же сейчас, как вы здесь смотрите, у нас же объект двухуровневый есть, да, а бывают еще объекты, которые вообще такое многоуровневые, да, многоуровневые. Это именно как раз мы можем смотреть. Именно мы когда, пока этот, мы когда сказали показать именно результат, вот смотрите, результат, он сам этот, сколько много, короче, там данных имеет, да, вот смотрите, результат. И внутреннего, получается, есть команда есть, роллкаунт есть, как в данном случае GetData, а потом есть еще у нас объект Роуз, а Роуз у себя получается, о, не имеет много данных, да, такое, получается, этот, ну, двухуровневый, то, что мы сейчас выделили, это двухуровневый. А получается, если общим объект смотреть, смотрите, мы же это, только что, когда мы делали просто console.log.result, да, и мы console.log.result, да, написали, здесь получается, там уже много уровней было, да, да, здесь можно прочитать, ну, и получается, обратились к объекту Роуз, в нем мы нашли Роуз, в нем мы, короче, находим первые записи, и в первом записи мы находим этот, то есть, ну, вот видите, да, еще дальше может продолжить, еще вот так, еще можно продолжить, да, такое, и все это, в практике это понадобится, ну, короче, тоже применяется, да, хорошо, дальше идем, смотрите, вообще мне не нравится сама этот, вообще, наш фон и кнопочки, может, это тоже что-нибудь сделаем, да, давай, для этого у нас вот стиль было, да, стиль background, этот, green, сделали, green, это тоже мне нравится, я прям краски по названию, я не знаю, конечно, green, red, yellow, brown, вот это знаю, а так я не знаю, да, какие краски можно применить, поэтому у нас есть Google, где мы можем написать webcolors, хорошо, вот здесь нажимаем, о, он работает, а вот так, вот давайте мне какой-то красивый, что-нибудь выберем, а вот, вот мы сейчас выбрали, и посмотрите, сверху этот, в RGB, hex, 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 разный, вот, давайте мы именно hex берем, и RGB тоже можно брать, вот так поставили, и потом Mr. Green, Mr. Green поставили, это, green у нас был этот background, где body у нас background такой был, да, мы эту часть поменяли, сейчас посмотрим, у нас красиво ли стало, до сих пор не красиво, а почему, 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 мы это сохранили вроде бы, ага, сейчас, а он до сих пор что-то думает, сверху кружится, он крутится, вот, запустили, и снова запустили, а вот работает, у нас теперь фон красиво стало, да, теперь у нас вот эта кнопка такая, не знаю, а что, шеф этот, мы, который на ссылку, а же это делали, стиль, стиль готовили же, вот этот стиль тоже попробуем, как-то по-человечески, или по дизайнерски, конечно, мы дизайном, это, не можем, такое красиво, для меня вообще было красиво, этот серый, да, но, хорошо, дальше попробуем, вот, здесь получается, вот, мы можем посмотреть, это из части предмета веб-дизайн, здесь, не Руслана, мы работали, здесь, вот, смотрите, серый стоит, да, серый, грей, грей, ладно, пускай грей стоит, у нас еще красный, красный, что там красный, а вот, red, red, красный, ага, давайте вот этот бордер уберем, просто, бордер уберем, а текст у нас white, да, хорошо, white, но у нас это проблема, а, я вспомнил, у нас была проблема, именно, у x, как убрать, вот этот, 400 пикселей, 400 пикселей, вообще, вот эта часть у нас не работала, давайте попробуем 600 делать, и попробуем сюда поставить, ну, 80, конечно, у нас, наверное, не сработает, да, не сработал, но самое главное, это пошло, давайте, вот, в данном случае, в данном случае, да, почему он не работает, потому что, примерно, текст, сама, текст, а, имеет этот, свои дефолтовские значения, как убрать дефолтовские значения, да, для этого у нас, конечно, есть этот, и Google, вообще, интернет, и там можно этот сказать, css, вот, css, tag, 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 а, и, width, давайте, take up, change, change, width, setting width, and height, and tag, а, вот так, посмотрим, что он скажет, вот, как кротун, в Paramount, we are so much, вот, no, this is not too big, and работает, да, this is not too big, display block, display block, divot block, давайте попробуем display block, да, display block попробуем, здесь, кто-то говорит display блок, blanc, поверим что дисклейблок прям решение всех проблем ох заработал данный реально конечно это вопрос наш решает оказывается вот кнопка наша будет 100 100 пикселей а высота будет давать вот так у нас заработал конечно этот 25 пикселей и 100 маленький и у нас это весы 100 маленький пускай 300 будет хорошо и теперь этот мы что мы можем сделать внутри да внутри чтобы у нас вот этот чуть-чуть по центру что было до вверх-вниз это примерно наверно знаете вот парень и здесь пареньки мы укажем ну где-то 8 пикселей чтобы вот этот текст от грани самого нашего бокса что-то пошло до вот у нас кнопка появился хорошо хорошо теперь кнопка у нас есть но слишком получается вот эта часть получается у нас наверно 200 нам хватит 220 хорошо хватит вот теперь это вот ссылка а это то есть нижняя подчеркана осталось тоже нам не нравится попробуем этот ссылку убрать это тоже это то есть области в дизайн а почему этот мы сейчас повторяем просто это у нас мы должны уже как-то уже собирать не знание которым и так проходили до этого да давайте ссс тег и этот убрать это слово убрать я не знаю но долей андерлайн да он римус 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 вышла хорошо хорошо мы попробовали просто да теперь мы дали дальше продолжаем и мы получать вот целая где дает эту функцию попробовать запустить и потом следующие это следующая функция у нас так вот такая функция который ну вытаскиваете запись из которых передает это значение 3 до это тоже мы взяли для этого что мы делаем для этого мы также у нас минута осталось этот тогда это вот на запись следующий тоже поставить нет сейчас выезжать это я потом посмотрю еще я просто остановлю тогда это 1 примерно такой же хорошо да тогда но я понял да здесь тот же запрос будет другой все мы продолжаем спасибо за то я вам это спасибо за просмотр